Здравствуйте, уважаемые клиенты интернет-магазина iClone.ua. Сегодня детально рассмотрим смартфон производителя Elephone, а именно модель P3000S. Комплектация смартфона состоит из двух пленок на экран, одна из них уже наклеена изначально, зарядного устройства, кабеля USB и инструкции. Девайс имеет трапециевидную форму корпуса. Размер комфортен для использования как девушкой, так и парнем. Конечно, после пятого айфона нужно привыкать, но недолго. Над экраном виден разговорный динамик, глазок камеры и датчики света и приближения. Также неким издевательством для любого продвинутого украинца будет значок 4G. Ну, ничего, скоро 3G сделают, а там и до 4G недалеко. Под экраном три кнопки в расстановке меню «Домой-назад». Они выполнены в точечном стиле и не имеют подсветки. Нижний торец не имеет ничего, кроме разговорного микрофона. Слева качель громкости. Сверху два разъема, под наушники и под кабель USB. Ну, а на правом торце кнопка блокировки. Задняя крышка матовая, не маркая. В стильном кружочке, который обрамлен красным декором, расположилась камера, вспышка и сканер отпечатков пальцев. Под крышкой видим два слота под сим-карты и один под карту памяти. Также аккумулятор, заявленный производителем емкостью 3150 мАч. Хотя тест Antutu Battery показал средний результат. Включив все возможные настройки и экономии заряда, можно вытянуть два дня автономной работы. При обычном использовании один рабочий день обеспечен. В принципе, это норма. Но и не 3100 мАч. Да простит меня элефон. Смартфон оборудован 5-дюймовым дисплеем разрешения 720 на 1280. Выполнен он по технологии IPS. Тач воспринимает прикасания точно. Фиктивных нажатий не замечено. Также присутствует настройка точности нажатия. Углы обзора огромные. Работает элефон P3000S на операционной системе Android версии 4.4. Оболочка довольно симпатичная и удобная. Есть настройка оповещения вспышкой при входящих вызовах и смс. Замечу, что помимо блютуза и вайфая, смартфон поддерживает передачу данных по технологии NFC. Можно подключить стороннее USB устройство посредством OTG card. Я звуком в принципе был доволен, хотя несколько моих коллег заметили явное преобладание высоких частот. Смартфон имеет две камеры. Основная 13 мегапиксельная, фронтальная 8. Сомневаюсь, что обошлось без интерполяции, но качество готовых кадров не очень понравилось. Снимки в темноте наконец-то стали реальными, благодаря яркой вспышке. Имеется набор настроек практически профессиональной камеры. Можно откорректировать цветочувствительность, сделать HDR снимок, а видеокамера имеет цифровую стабилизацию. Из интересностей, возможности управления лаунчером, камерой, галереей и музыкальным плеером с помощью жестов. Отдельно стоит упомянуть о дактилоскопическом сканере. С помощью этого пункта можно запретить доступ ко всем выбранным вами приложениям. Открыть их можно только после отсканирования вашего пальца. Он отрубил мне палец. Есть настройки, которые позволяют забыть о кнопке выключения, ведь блокировать и разблокировать смартфон можно двойным нажатием на экран. Также одна из очень удобных функций, это запуск определенного приложения, просто начертив нужную букву на заблокированном экране. Кстати, многие настройки в смартфоне не переведены, что вызывало вполне логичные приступы негодования. И во многом приходилось разбираться методом тыка. Элефон P3000S работает на восьмиядерном процессоре MT6592. Опериативной памяти 2 ГБ, встроенной 16. Мощности хватает с головой, притормаживания при запуске тяжелых игр нет. К минусу отнесу немного неправдивую емкость аккумулятора. Также расположение сканера не совсем в том месте, где до него удобно дотянуться. Плюсом является оригинальный дизайн, наличие NFC, а также максимальное использование жестом при управлении девайсом. Подписывайтесь на наш канал и твиттер, задавайте вопросы в комментариях. Михаил Параденов, увидимся!